друзья всем привет хороший сегодня денек 12 апреля всех с днем космонавтики сегодня ровно 60 лет как юрий гагарин отправился в космос первый полет так что друзья всех с праздничком ну и сегодня выдался денек у меня на посылочки приехала много всего разного ну как много может немного но принципе достаточно в конце будет обзор воздушного компрессора кротом без масляного а сейчас посмотрим тоже приехала с алиэкспресса в количестве 8 посылок в одной упаковке очень удобно сейчас стало все в кучку собрали прислали одной посылкой в принципе и быстро и хорошо так это запчасти для пенорезки здесь должен быть лазерный модуль для выжигателя которые сергей презентовал вот такая штука у нас здесь вырисовывается начнем давайте с маленьких сейчас посмотрим здесь всякие крепления должны быть болты это болты для крепления роликов болтик с шестигранником это крепление роликов для пенорезки так здесь что-то маленькое почему так я заказывал зубчиками ну да бог не так это натяжные ролики ответные ролики для ремня 4 штуки есть такое дело здесь глянем что еще сделаю небольшой обзорчик краскопульта заказал краскопульт здесь тоже крепеж для роликов вот это эксцентриковые втулочки высота 10 миллиметров и обычные втулки отлично скоро начнем основательную сборку раму станка я уже собрал практически осталось чуть-чуть это у нас драйвера 8825 с радиаторами и здесь термоскотч так количестве 5 штук плюс еще на станок на выжигательный надо будет здесь здесь ремень здесь ремешок ремень 10 миллиметров gt2 ширина 10 миллиметров вот такой вот ремешок с кордом не металлический корд с ниткой 10 метров не знаю хватит или нет вот это интересно будет впритык наверно так что то что же мелкая что-то мелкое здесь шкивы ширина 10 миллиметров 2 на 8 диаметр это будет на вал и 2 для 5 миллиметрового вала на двигатель здесь кабель провод заказал провода 10 метров нет конец и концов теперь 4 жильный провод шаговые двигателя подключать им такое вот сечение в принципе достаточно для движков 10 метров вполне провод это очень хорошо так и последняя коробочка здесь скорее всего лазерный модуль два с половиной вата модулек в принципе за глаза для выжигания фотографий гравировки на пеналь из китая до россии или наоборот по россии финале потом это книжечка типа с характеристиками вот он сам модно тут поролончика поналожили хорошо антистатический пакет кто-то уже не может не радовать вот там сам модуль то что здесь 7 вот написано это 7 вот это потребляемая мощность оптическая у него два с половиной китайцы они видите ребята молодцы маркетинга знают как делать в принципе с вентилятором здесь подключается ттл пвм модуляция это что-то все таки это у нас как раз питание типа драйверка что-то но это не драйверок это может стабилизатор или переключатель хрен поймешь вот здесь написано 12 вольт ттл здесь еще ттл здесь еще ттл что-то вообще провода это все ерунда это мы разберемся от мелочи даже ключик есть в комплекте с крепежными болтиками и втулочками так сейчас я еще покажу кое-что что не до этого приехала на чпу пенорезку и потом уже в конце распакуем достанем компрессор воздушный для покраски детали из пенопласта и покажу краскопульт так вот такие вот ролики станок будет на роликах в слот в паз прозрачный вот эти кстати ролики они намного крепче чем черные черные быстрее изнашиваются вот этих в принципе должен быть материал по износа стойкости больше так и вот такие вот пластины я делал заказывал здесь у вас по месту лазером вырезали из трех миллиметровой стали покрашу в оранжевый цвет и вот эти вот ролики будут каретки то есть они крепятся два сюда наверху и два внизу вот эти отверстия широкие 7 миллиметров они как раз вот под этим эксцентриковые втулочки чтобы можно было регулировать люфт убрать так сейчас с этим со станком пока все сейчас достану сначала краскопульт пистолетик пистолет заказывал яндекс маркете так вот такая вот вот штука 1,4 дюза у него миллиметра вот 1,4 с тремя регулировками бачок на 600 миллилитров в принципе за глаза внешний автомобиль красить штучные изделия далее в наборе два ключа фильтр фильтр сетка вставляется в бачок внизу и ершик для чистки металлический ершик инструкция что где как куда и почем так ли сам пистолет вот вот такой красавец с синенькой я не работал им еще не в курсе как он что но по отзывам то есть как бы читал смотрел вроде пистолет в своей категории достойный HVLP технологии распыления у него бачок вот такой получается красивенький аккуратненький здесь регулировка подачи материала это регулировка иглы и здесь еще регулировка воздуха есть давление до 3 бар рабочее давление в принципе нормально так сейчас я приволоку компрессор я его еще даже не распаковывал нифига то есть все сейчас распакуем посмотрим что к чему соберу и в принципе наверное даже испытаем засекем за какое время он накачает полный ресивер воздуха до 8 бар так вот допер его до кухни вес в районе 45 кг коробочка вот такой вот шланг взял не стал брать спиральный потому что ну спотыкаться от него мало ли а этот если что по полу бросил да и хрен на него 1,4 разъемы так давайте как-то его вскрывать будем интересно теперь посмотрим на аппарат бумажки всякие что из себя представлены смотрим на коробочку с компрессор с прямой передачи безмасляной объем ресивера 50 литров с двумя движками оба на вот он красавчик сейчас я его вытащу уберу коробку чтоб не мешалось и посмотрим поближе итак вот достал в комплекте еще два колеса два колеса с резиновой покрышечкой так скажем колесики инструкция ну как у нас обычно да человек русский начинает читать инструкцию тогда когда понял что все кердык сломалась здесь в пакете что-то еще здесь у нас фильтра так это резиновая опора фильтр воздушный накручивается вот с этой стороны другой здесь воздушный фильтр вот вот с таким вот вкладышем как на машине бумажной так еще одна опора две опоры резиновых благодаря им вибрации почти не будет еще один фильтр заглушки вынимаем накручиваем и второй сюда сразу же закрутим еще в комплекте идут вот вот неважно трубки полиуретановые они вставляются сюда и можно надеть шланг допустим если компрессор в каком-то пыльном помещении и вывести шланг на улицу чтобы воздух чистый попадал в фильтр иначе это все быстрое дело можно засрать так ставлю на колеса испытываем смотрим как он качает какой у него шум кстати уровень шума у него должен быть совсем низкий где-то порядка 60 дБ то есть ну даже меньше чем у пылесоса такого если еще и взять советский пылесос старый тут вообще как реактивный самолет по сравнению с этим компрессором так компрессор на колесах опоры поставил в этой части у нас манометр показывает давление самого ресивера и здесь стоит редуктор уже давление на выходе регулировать можно что тоже очень кстати удобно подводка воздуха осуществлена гибкими шлангами что исключает вибрацию от моторов на ресивер при обычных масляных компрессоров у них металлическая трубка идет в ресивер и движки на резиновых опорах стоят тоже виброопоры вибрацию гасит короче здесь блок включения выключения легко перетаскивается в принципе здесь стоит два электромагнитных клапана при достижении восьми бар клапана отключаются и отключается питание сейчас провод здесь короткий единственное что надо метра полтора максимум сейчас принесу удлинитель и запустим и так все готово для запуска метр засекаем время и стартуем да ребята реально тихо работает очень тихо и три нет можно разговаривать как бы не напрягаясь так 25 секунд для квартиры самое то соседи даже не поймут так уже три бара быстро накачивает четыре минута почти пять бар за минуту двигатели тепленькие но не горячие двигатели 7 бар скоро отключится 2 минуты почти 8 2 минуты 12 секунд до 8 бар вообще отлично отлично так здесь у нас регулировочка давление это потом когда шланг подключу пистолетом будет видно что вот такая вот техника очень полезная так что теперь все это надо куда-то деть поставить буду дальше собирать как соберу уже будет видео уже с готовым чпу пенорезом всем спасибо за просмотр ребята подписываемся на канал все запчасти которые были в этом видео я ссылочку оставлю в описании всем до новых встреч пока 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 пока